Эфир телеканала Белару 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Сотрудники Гомельской таможни пресекли попытку незаконного перемещения более 560 монет и около 30 изделий, в том числе из драгметаллов, относящихся к категории культурных ценностей. Гражданка Российской Федерации, следовавшая в нашу страну из Украины, на автомобиле выбрала зеленый коридор на пункте пропуска Новая Гута. При проведении таможенного контроля в салоне и багажнике авто таможниками обнаружены старинные металлические изделия, среди которых монеты, женские украшения, небольшие иконы, внешний вид которых свидетельствовал об их возможной ценности. Экспертам таможенной лаборатории были признаны культурной ценностью, были изготовлены из сплавов золота, серебра, меди. Изъятые предметы относятся к экземплярам черняховской культуры, третьего-четвертого века нашей эры, а монеты-чешуйки из сплава серебра отчеканены в российском царстве в 16-18 веках. После того, как россиянка оплатит штраф за совершенное административное правонарушение, все культурные ценности ей будут возвращены. Сегодня в 7.40 утра в одной из многоэтажек по улице Сверидова областного центра на втором этаже загорелась квартира. Прибывшим работникам МЧС удалось спасти одного жильца, проникнув внутрь помещения. Им оказался брат-хозяйки 1961 года рождения. Однако не обошлось без человеческих жертв. При ликвидации пожара был обнаружен труп хозяина квартиры, пенсионера 1952 года рождения. Его жена с отравлением продуктами горения была доставлена в медицинское учреждение. Предполагаемая причина пожара – это неосторожность при курении. Со слов соседей, погибший злоупотреблял спиртными напитками и накануне пожара его также видели выпившим. Квартира сильно закопчена, огнем уничтожено имущество в одной из комнат двушки. В отношении 37-летней жительницы поселка городского типа Октябрьский вчера райотдел следственного комитета возбудил уголовное дело. Женщина 30 мая в 17.50, управляя автомобилем «Опель Астра», совершила наезд на жительницу деревни Любань Октябрьского района, переходившую проезжую часть улицы Бумажкова по нерегулируемому пешеходному переходу. 23-летней девушке причинены тяжкие телесные повреждения. Она находится в больнице. А за последний день весны на территории Гомельской области было зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, где два человека получили телесные повреждения. В первом случае мотоциклист из-за неправильно выбранной скорости совершил опрокидывание и получил телесные повреждения. Во втором случае водитель автомобиля совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в установленном для перехода месте. Оба водителя не имели права управления транспортным средством. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.